Девушки отдыхают Но ведь чудеса случаются там, где в них верят, и чем больше верят, тем чаще они случаются. Сегодня мы расскажем вам удивительную историю, которая случилась с нашим героем. Алексея смело можно назвать счастливым человеком. Жена, ребенок, хорошая работа, верные друзья. Но произошло горе. Молодой человек потерял единственного родителя, свою маму. Я вел объект в Томске и поехал, после похорон, я поехал в Томск. Ехал на последнем автобусе, сел возле окна, и меня продуло. Я приехал туда, и у меня была температура, там, дня три, она не спадала. Ну, я пил там всякие террафлю, но мне не помогало. И на протяжении, наверное, недели там температура все не сходила, не сходила, и я поехал сюда, в Новосибирск, ну, проверяться. Приехал сюда, домой, и, ну, жена встретила. Она поехала в магазин, и я держал Богдана на руках, и, ну, у меня в глазах почему-то начало темнеть. Я померил температуру, температура 38. Вызвали скорую, приехала скорая. Поставили диагноз, какая-то инфекция, и меня увезли в инфекционную больницу. Алексей пошел на поправку, и, казалось бы, все страшное осталось позади. Но спустя какое-то время у молодого человека снова появилась температура. Конечно, можно было бы сослаться на обычную простуду, но время проходило, а жар так и держался. У меня, наверное, на протяжении месяца была температура, ну, и, как бы, потом взяли анализы, меня опять положили в больницу. И у меня вечером, когда я приехал в больницу, у меня начался приступ. Я начал звонить своей жене и спрашивать, там, где, ну, мое золото, ну, где мое кольцо. И вот так на протяжении часа я через каждые 30 секунд звонил жене. И, ну, и звонил брату. Позвонил брату также через каждые 30 секунд спрашивал, где я, ну, что со мной. Ну, мне объясняли, я в больнице. И потом я вечером пошел в туалет и упал в омрак. И, ну, оказался в реанимации. Супруга, брат, близкие и сам герой передачи не понимали, что происходит. Впрочем, как и врачи. Ведь диагнозы менялись один за другим. Но пациенту не становилось лучше. Он уже не мог ходить, в принципе. То есть ужасное состояние было. Я видел то, что, ну, сильно плохо было человеку. Очень плохо. Сомнения в исцелении Алексея появлялись у людей из близкого окружения. Если изначально друзья надеялись на чудо, то, видя, что происходит с другом, они начинали сомневаться. Представляешь, он лежит там и, ну, уже прям, ну, говорит мне суразицу. То есть, ну, не в себе человек. Он похудел, ну, страшно. И ты думаешь, ну, нереально. То есть я себе даже допускал моменты в голове, в сознании, что, ну, походу, все. Он лежал в палате, где как раз люди все уже были смертниками. То есть мы за него помолились, уехали, на следующий день принесли ему фруктов. Он говорит, что у него буквально вот ночью сосед умер. То есть он лежал в палате, где просто находятся смертники. Врачи отказывались лечить Алексея. Ведь они считали его смертником. Причина. Но в чем же причина? Алексей задавал вопросы в небеса. Для чего эта болезнь? А может быть, из-за чего? За что? Почему именно с ним все это происходит? В абсолютно здоровом молодом организме. Будучи в недоумении, он оставался сильным и не сомневался, что все это закончится победой. Я задавал вопросы в небеса. Почему так, Бог? На что спустя некоторое время я получил ответ, что то, что сейчас происходит в моей жизни, это моя война, которую я должен пройти. А молитвы святых – это всего лишь служение, вспоможение. Не сомневалась в этом и супруга Елена. Она оказалась очень сильным человеком. В первую очередь, это, наверное, благодаря Богу. Потому что, если бы не его, как бы, ну, если бы не моя молитва Богу, да, не вот внутренняя вот эта вот поддержка какая-то вот, не знаю, со стороны, да, поддерживали. Ну, в основном, как бы, вот, у меня внутренняя была вот эта вот какая-то стержень такая, что я, ну, справлюсь, я это пройду, я это перенесу, это все когда-то закончится, потому что я по-другому не могла думать вообще. Хотим мы верить или не хотим, но факт остается фактом. Помимо физических законов, есть духовные. И, как видно на примере Алексея, все решают именно они. Не, ну, всякая болезнь – это определенно демоническая атака. И когда человек находится под демонической атакой, это прежде всего даже не столько там внешний вид, сколько это атмосфера. Атмосфера зла, атмосфера страданий и боли. И в эту атмосферу трудно приходить, конечно. И когда мы его увидели тогда, в больнице посетили, то это была как камера смертников, как будто люди были приговоренные к смерти. Соответственно, к ним также все относились. И было очень трудно. Только имея веру, можно было выкармливаться из этой ситуации. Осознав нюансы духовного фундамента проблемы, Алексей и Евгения пришли на помощь. Приехав в больницу, они изменили атмосферу в духовном мире, атмосферу смерти. Когда мы позвали Алексея и начали молиться, какая-то медсестра проходила мимо, спросила, что вы делаете. Мы говорим, что мы молимся, она позволила нам это делать. И вот в тот момент уже духовно, где-то внутри, на уровне интуиции, я увидел и почувствовал, как атмосфера изменилась, как вместо боли пришла какая-то внутренняя радость, внутренняя уверенность, что он встанет, он выживет. И мы ему говорили эти вещи, мы вдохновляли его, мы пророчествовали ему, что ты будешь жить, ты будешь исцелен, ты будешь полностью восстановлен. Это явилось мощным толчком к исцелению Алексея Горбачева. Мы были в больнице, сели в углу, и мы, Евгения вела меня в молитве, ну, говорила слова, я повторял за ней, и прям очень сильное присутствие пришло, я прям плакал, и, ну, говорил эти слова, отречение. И, знаете, вечером мне позвонил друг, мы с ним разговаривали, я ему говорю, слушай, ну, мне, ну, походу, пора уже уходить с этой больницы, мне так классно, такая легкость. Ту же ночь Алексею снится сон, после которого все для него становится ясным. В этот день, когда я ложился спать, мне прям приснился сон, и сон был таков, мне прям снилось, как будто бы я бегу, и мне вот такой голос, Алексей, обвернись, ты должен забрать, ну, это обратно, ты должен забрать это обратно. Я позвонил Константину или иных, и он мне говорит, Алексей, ну, что ты хотел? Родовое проклятие, оно разрушается не за одну молитву, ну, это война. Соответственно, война – это начало, это конец. Все давно теперь позади. Но пройдя этот сложный путь, можно сделать вывод, что чудо – это не волшебство, это вера, умноженная на терпение и смирение. Поставили диагноз, этот хронический колит, и подошло время моей жене рожать. И после того, как родился плод, вот, родилась дочь, и я уехал оттуда, с больницы, приехал домой, и после этого я пошел на поправку. Я стал набирать ввеси. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова